Кто скупает биткоин? Те стадо дебилов для развода, малолетки тупые. Если биткоин будет стоить 10 тысяч долларов, звоните мне, я скажу, что я был неправ и извинюсь. Всем привет, ребята, меня зовут Богатей Шиди, добро пожаловать в новый выпуск. Чамат Палихапития, это канадско-американский инвестор венчурные фонды. Всего день назад в интервью CNBC он сказал, то, что я держу биткоин, помогает мне спать ночью. А вот мне, видимо, нет, в 2 часа ночи делаю видео, потому что вдруг заметил нечто очень классное для биткоина, как технически, так и фундаментально. Надеюсь, это достойно вашего лайка. Был бы рад набрать на этом видео хотя бы 3000 лайков. Большое спасибо за вашу поддержку. Давайте послушаем отрывок из выступления Чамата, я покажу только самый эпик, ведь всё видео длится почти полчаса. Он говорит о том, какое будущее уготовано для холдеров биткоина и какую функцию биткоин будет исполнять в мире будущего. Сколько там уже намайнина биткоинов? И их майнить всё сложнее, сложнее, чем золото. Думаю, ты об этом говоришь? Да, дело в том, что майнинг последних нескольких миллионов биткоинов потребует куда больше энергии, чем майнинг первых 18 миллионов. Но опять же, в большой вселенной биткоина люди просто говорят «холди», ты покупаешь его, холдишь и где-то хранишь. И скорее всего, я думаю, такие люди надеются, что он им никогда не понадобится. Потому что количество хаоса, который фактически подстёгивает цену биткоина, это не совсем то, чего все хотят. Но если это случится, биткоин создаст мощную систему перераспределения богатства. Он вернёт силу и доступность финансов из центра в периферию, обратно к миллиардам человек. Именно поэтому я восхищаюсь и горжусь биткоином. Чамат, но если мы возьмём этот миллиард людей и распределим между ними 21 миллион монет, это же просто невозможно. Цифры совсем не поддаются расчётам. Я понимаю, но вспомните, что 21 миллион монет делится на много-много тысяч частиц. Их можно разделить даже на миллионы сатоши. Поэтому биткоин сможет и обязательно выразит всю денежную массу мира. Когда это случится, вы поймёте, что это технологический прорыв. Это будет прозрачно. Это будет легко считаться. И это будет справедливо. Биткоин – это очень мощный и выигрывающий продукт. Этот человек всё ещё не понимает и не верит. Беда. Зато верят три огромных фонда, управляющих активами на большие суммы. Кто-то покупает золотодобывающие компании, как Уоррен Баффет. Некоторые фонды покупают акции золотодобывающих компаний. А самые прогрессивные и умные инвестируют, как Шваб, Фиделити и Вангард. Эти три крупных инвестфонда покупают акции компаний, занимающихся майнингом биткоина. Американский финансовый гигант Чарльз Шваб начал покупать акции майнинговой компании Riot Blockchain, которая торгуется на NASDAQ. Подобным образом диверсифицируют портфели инвестфонды Вангард и Фиделити. Можно проверить эту информацию на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США. Например, это документ об инвестициях фонда Шваб. В их списке мы находим акции компании Riot Blockchain. Эта компания и занимается майнингом биткоина. Шваб приобрел 22 977 акций этой компании. Неужели эти крупнейшие инвестфонды инвестируют в финансовую пирамиду, как любят называть крипту люди со стороны? Да навряд ли. Вангард уже инвестировал в Riot 2,1 миллиона долларов, Фиделити 230 тысяч долларов. Но также Фиделити удерживает почти 11% акций HAT8. Это канадская майнинговая компания. Кроме этого, они инвестировали в Hive Blockchain Technologies 1 миллион долларов. Пока люди сомневаются в том, нужна ли кому-то криптовалюта сейчас, когда интерес к ней гребет дно, крупные инвестфонды готовятся так же, как и Орен Баффет. Только Баффет покупает то, что добывает золото. А такие фонды, как Фиделити, покупают то, что добывает биткоины. Как по мне, это просто невероятно. Очень жаль, что так мало людей вообще об этом знает. Надеюсь, это видео исправит ситуацию. Посмотрите на популярность поискового запроса биткоин по всему миру за последние 5 лет. Сейчас он находится на уровнях января 2017-го. Люди совершенно не гуглят биткоин. Знаете, когда они начнут массово это делать? Когда цена биткоина будет практически на хаях. Как в 2017 году, например. Именно тогда инвестфонды, инвестирующие сейчас в майнинг биткоинов, будут продавать эти добытые биткоины этим людям на пиковых значениях. Честно скажу, до сих пор удивляюсь, как люди абсолютно ничему не учатся и как быстро они забывают уроки истории. Тем временем, Вилли Ву выложил у себя в Твиттере эту диаграмму. На первый взгляд она кажется непонятной, но на самом деле она показывает, что несмотря на трагедию гугл-трендов, у биткоина все равно появляются новые холдеры. Вилли указал зелеными стрелками похожую сегодняшнюю ситуацию с 2016 по 2017 годы. Он пишет, когда количество монет на спотовых биржах падает, это означает, что приходят новые покупатели, которые покупают и забирают монеты с рынка, а после перемещают их куда-нибудь на личные кошельки для хранения. По факту это рост новых холдеров. И это очень позитивный макроиндикатор. Также Вилли добавляет следующий твит. Фундаментальное давление покупателей со стороны новых холдеров сейчас неоспоримо, но для краткосрочных трейдеров стенки продаж на деривативных и спотовых биржах показывают, что киты сейчас давят на цену. Она может немного уступить, но на долгосрочной перспективе все равно выиграет. И дальше самое интересное, пожалуй, именно так я и назову это видео. Это один из немногих случаев в моей биткоин-карьере, когда основные фундаменталы, ончейн-дата и информация от участников индустрии, находятся в режиме роста. Однако рынок до сих пор этого не осознает. Он осознает это в 2021 году. Я не увидел такой возможности с середины 2016 года. Он также добавляет, что рынок не проснулся, потому что движения цены являются заторможенным индикатором спроса и предложения. Фаза маниакальной эйфории на бычьем рынке – это такая фаза, когда все проснулись, но уже слишком поздно. Ребята, мне также понравился этот график, который разбивает биткоин не только на халвинговые циклы, но и отображает на них интерес к биткоину в гугл-трендах. На пересечении этих двух линий находится точка, с которой начинается новый рост к историческим пикам. Как видно, мы еще не находимся в этой точке, но она уже совсем рядом. Вилли сказал, что не видел такой возможности с середины 2016 года. Давайте посмотрим, где находится середина 2016. Вот она, я обозначил ее синим эллипсом. Также я обозначил синим эллипсом момент, в котором мы находимся сейчас. Посмотрите внимательно. Вам не кажется, что эти моменты уж очень сильно похожи? Мы прошли халвинг, затем два дна медвежьего рынка, затем мы наблюдали следующую картину, был рост, падение, накопление и затем безумный забег. Посмотрите, что происходит сейчас. Мы прошли халвинг, два дна медвежьего рынка, затем смотрите, рост и падение. Скорее всего, по аналогии мы увидим накопление и, наконец, следующий безумный забег. Похоже на правду, не так ли? Напишите свои мысли в комментариях. Если кто-то не может поверить в это, не может поверить, что биткоин может стоить 100 тысяч долларов, и снова будет называть эти прогнозы сказками, я хочу вам кое-что показать. Это видео я снял в марте 2019 года. В нем я показал одну из своих инвестиций в биткоин в январе 2019, когда тот стоил около 3600 долларов. Люди тогда не верили даже в 10 тысяч долларов за биткоин. Представьте себе. Хотите еще пример? Вот апрель 2015-го биткоин стоил 200 долларов. Кто-то верил, что через два года он будет стоить 20 тысяч. Да если бы кто-то им тогда такое сказал, они бы сказали, не рассказывай сказки. Точно так же, как и сегодня, если кто-то скажет, что биткоин может стоить 100 тысяч долларов, ему скажут, не рассказывай сказки. А меня зовут богатейший Ди. Не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, Телеграм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok